В ходе проведения подобных учений одновременно решаются сразу несколько задач. Основные это проверка на уязвимость системы безопасности самого предприятия и оценка готовности тревожных служб и правоохранительных органов, блокирующих террористические угрозы. Не секрет, что уровень подобной опасности сегодня велик как никогда. На учебных тренировках отрабатываются действия сотрудников нашего предприятия, начиная от управления транспортным предприятием и заканчивая, так сказать, кондукторами, водителями нашего предприятия. И отрабатываются все вопросы, которые влияют на профилактику актов незаконного вмешательства на территории и транспортных средствах нашего предприятия. По легенде учений, во время предусмотренного регламентом после рейсового осмотра маршрутного автобуса, мастер отдела технического контроля обнаружил подозрительный предмет, закрепленный на днище транспортного средства. Сотрудник абсолютно правильно сориентировался и немедленно поставил в известность о происшествии диспетчерскую ПАТП. Параллельно сигнал ОЧП через систему ЕДДС ушел в правоохранительные органы и тревожные службы. Автомобиль отправлен на стоянку для автомобилей с обнаруженными подозрительными предметами. Автобус отогнали в специально подготовленное для таких ситуаций место. Практически сразу на территорию ПАТП прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Опасную территорию перекрыли и стали ждать приезда кинологов. На этот раз экспертом по подозрительным предметам выступил Спаниель Витас. У него непонятный контейнер никаких подозрений не вызвал. Значит, можно объявлять отбой. При отработке данных вопросов тренировки все работники нашего предприятия сработали грамотно, слаженно. Спецслужбы тоже прибыли своевременно и отработали все вопросы, которые на них возлагались. Руководство Одинцовского ПАТП отлично понимает степень своей ответственности перед пассажирами. Поэтому учебно-тренировочный процесс в ближайшее время будет продолжен. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова